Стоит ли учить Java в 2024-2025 году или когда вы смотрите это видео? Однозначно стоит. Если вы хотите стать Android-разработчиком, если вы хотите делать что-то на Kotlin Multiplatform или, в принципе, имеете каким-то образом отношение с JVM-технологиями, соответственно, вам нужно учить эту технологию. И я буду как раз-то рассказывать, почему. Меня зовут Кирилл Розов. За моими плечами более 10 лет мобильной разработки. Я занимался Android, Kotlin Multiplatform и многими другими вещами. На Java я писал уже очень давно, последний раз, конкретно именно на языке Java. Но JVM-технологии я использую регулярно в создании новых приложений, как в Android, так и за его пределами. Поэтому как раз-то это видео будет посвящено, что именно вам нужно изучить из Java, чтобы быть успешным Android-разработчиком, ну или, соответственно, Kotlin Multiplatform-разработчиком. Одна из самых крутейших команд инженеров в России это Авитотех. Ребята реально классные, крутые, у них очень высокоуровневые инженеры, прям прокачанные сильно, знающие свои области вдоль и поперек. Я с ними общался лично не раз, и вот каждый ребята там прям как на подбор, блин, как из сказки Пушкина. Если хотите поработать с такими ребятами, то вам стоит перейти на портал avito.tech. Там вы сможете узнать, что они делают, потому что они делятся своим опытом в виде статей и видео. Также у них есть опенсорс, есть прям плейбук, расписанный полностью, как устроены все процессы. Хотите узнать, как устроена матрица компетенций и рост по грейдам в компании, это тоже там вы найдете. Также, конечно же, вы найдете там и вакансии, которые сейчас открыты, вплоть до обычных разработчиков, может начать, или даже стажировка есть для студентов, так и руководящие позиции, лид и выше. Переходите по ссылочке в описании к этому видео и узнавайте все подробности. Когда вы зашли на официальный сайт Android, вы, конечно, скорее всего, увидели там про Kotlin. Да, все понятно, хорошо. Но, если вспомнить, как вообще курсы преподают языки программирования. Конкретно я учил Java еще по книжке, на курсы я никакие не ходил. Да и в целом сейчас, когда я смотрел современные курсы, мало там что прям меняется. Нам передают сначала сам язык, его базовый синтаксис, рассказывают про его типы переменных, примитивные какие есть, чем они отличаются от ссылочных типов данных. И мы учимся как-то программировать, вводить что-то в консоль. Затем нам рассказывают принципы ООП, как создавать вообще методы, какие классы нам нужно объявлять, как интерфейсы. Вот, соответственно, все принципы, три принципа ООП. Надеюсь, вы их знаете. И, соответственно, нам рассказывают много-много всего. Потом, после этого мы идем с Java коллекциями работать. После Java коллекции у нас идут, скорее всего, многопоточность, и работа с вводом вывода, то есть что-то записывать, считывать, работа с сетью, соответственно, тоже через I.O. происходит. И вот много таких API. И заметьте, большую часть всей программы, то, что нам пишут, как курс по Java, нам дают не сам синтаксис Java, нам дают именно знания Java Development Kit, то есть JDK. Какие там есть API, как работать со строчками, какие там есть понятия. Нам немного проходится по самым базовым частям, соответственно, что такое примитивные типы, ссылочные, как что можно объявить, какие принципы работы. И в целом, по большей части, мы учим API. Именно API, которые, если вы будете писать и пишете на Kotlin под Android, вы их и используете. В Kotlin нет прям своего полностью рантайма, своих всех написанных API. Они под капотом используют какие-то механизмы, доступные с платформой. Так как Kotlin на Android, это, соответственно, Kotlin GVM, то мы используем все, что есть в JDK и полноценно с этим работаем. Без всяких проблем. Даже банально, если у вас будет мультиплатформная библиотека, скорее всего, под ее недрами, под капотами, она ссылается на платформенные классы, а не пишет все с нуля сама. Просто потому, что это удобнее, это уже обкатно, хорошо работает, и будет никаких проблем, когда вы, соответственно, будете заводить этот код. Поэтому однозначно вам нужно выучить Java именно со стороны того, как она работает, как устроена там модель памяти, какие там есть классы, API, чтобы потом их использовать. Просто потому, что вы используете их в синтаксисе Kotlin, а не Java, не значит, что они вам не нужны, не значит, что это неактуально, и вам не нужно это знать. Однозначно нужно. Готовьтесь к этому и потратьте на это время. Почитайте, посмотрите, подготовьтесь. В любом случае, Java вам нужно знать, потому что есть вторая большая веская причина, почему вам нужно знать Java. Java — это много legacy кода, написанного на этого. Весь Android фреймворк пишется на Java, соответственно, много всяких больших других фреймворков, которые написаны на Java. Есть проекты, которые до сих пор существуют рядом, Kotlin код и Java код, потому что переписывать старый код, который хорошо работает, смысла не имеет. Я знаю даже огромные проекты, которые осознанно отказываются от перехода в Kotlin, просто потому, чтобы не тратить на это время деньги. И мы говорим про Kotlin, но популярность в Android, она велика. Но, соответственно, мы посмотрим Enterprise-систему, где там все строится на Java, Java не могут обновлять до свежих версий. У них проблем, как в Android-разработке с Kotlin не было. Они обновляли Java, получали новые фичи, там все улучшалось, происходили, соответственно, ускорения. Зачем им переписывать все на Kotlin? Ради удобства. В целом, да и на Java все у них хорошо работает, а скорость создания кода, разработки — это еще такой спорный момент. Поэтому большие Enterprise-системы в лучшем случае потихоньку мигрируют. И вам все равно придется покопаться в Java. Даже банально, чтобы понять, какие там технологии есть, почему какие-то там аннотации проставляются. Даже банально в Kotlin есть много технологий или принципов, по которым мы пишем код, чтобы совмещать. Например, банально у нас есть CAPT. Это специальная утилита поверх аннотейшн-процессинга Java, чтобы с ним полноценно иметь возможность работать. У нас есть LATENIT, ключевое слово, которое появилось как раз из-за того, по каким принципам работает DI-DAGGER, популярное решение, соответственно, в Android. Потому что в Android мы инициализируем все в коллбэк-методах, а не в конструкторах или блоках инициализации. И действительно, вот много таких аспектов на стыке есть. И это, опять же, показывает, что Java вам нужно знать, чтобы понимать и эффективно тут уметь работать. Следующим важным аспектом нужно понимать, что разработчик должен быть полиглотом касательно языков программирования. Вы не должны строго фокусироваться в одном языке и вот никуда не отходить в сторону. Нужно понимать, что разные технологии приходится писать по разным языками. Банально вы даже в разработке сталкиваетесь с несколькими языками. Если вам нужно работать с базой данных, вы используете уже SQLite. То есть, соответственно, синтаксис базы данных вы берете и работаете на языке запросов, который там нужен. И вам с ним нужно разбираться, уметь, чтобы делать это качественно. Раньше скрипты, например, Гридла писались на Груви. Это, да, Java-подобный язык, но все равно у него были свои специфичные определенные моменты, где нужно было понимать, как Груви пишется, работает, разобраться в нем. Если вы хотите из Android двигаться в Kotlin Multiplatform, вам, скорее всего, придется что-то, опять же, делать, работать с технологиями из iOS и, возможно, дескопа. Ну, дескоп там GVM, ладно, но iOS вам точно, скорее всего, интересно будет задеть. А там вам придется работать в лучшем случае, самым крутом и хорошим, конечно же, со Swift, но, возможно, придется и Objective-C. Swift очень похож на Kotlin. И поизучить, потратить там один-два дня, чтобы пройтись по синтаксису Swift, чтобы в нем лучше разузнавать, это нормально. И в целом, когда вы выучите один язык программирования, большая часть из него потом переносится на другие, особенно если они обладают одними и теми же парадигмами. Например, Swift и Kotlin, они даже развивались примерно в одно время и очень хорошо переносятся. И Java точно так же. Kotlin вырос на идеях Java и того, что Java, соответственно, уже не соответствовало времени и ее улучшали. И, в принципе, даже зная хорошо Java, выучить Kotlin было не так сложно. И лично я вот именно от такого переходил, когда я много лет программировал на Java и потом переходил на Kotlin. Для меня Kotlin очень быстро осваивался. Поэтому даже если вы начнете с Java, где-то найдете хорошие классные курсы, научитесь писать, делать, то на Kotlin вам будет уже перейти легче, потому что вы уже будете часть понятий того, как работают современные языки программирования, знать. Поэтому, если вам говорят не учить Java, вам врут. Можете не учить ее, но в реальной разработке в продакшене, особенно если вы хотите заниматься Android-разработкой, вам придется с ней сталкиваться и решать задачи, понимать, разбираться, узнавать, а возможно даже что-то и подписать, поправить, потому что Legacy никто не убирал. Что вы считаете по поводу того, что нужно ли учить Java, не нужно ли учить Java? Делите свои мнения в комментариях, мне всегда интересно узнать, что вы думаете. И, соответственно, будем обсуждать с вами. Я все ваши комментарии читаю и обязательно на них буду отвечать. Поэтому всегда интересно расширить свои взгляды и как кредитные идеи или предложения, даже вы можете накинуть какие-то дополнительные причины, почему это вас стоит делать в 2024 году, или почему мне вообще не нужно учить Java и вообще забить на нее и не думать про Java как язык. Субтитры сделал DimaTorzok